На магнитофон записано, а потом все это засняли. И сразу люди обращают на 20-й тонн. Или один тонн, 26-й, у меня это 300 поэтов России за 300 лет. И что они сказали по определенной тематике. Это можно спрашивать в литературном институте, где угодно, никто не ответит. Почему? Этого материала никогда не было. Но все знают о Левтушенко. А что Левтушенко? Одно стихотворение сказало, не знаю, если сказать, что Маршак тоже, там Крылов. Но у него была цель написания. И этим стихотворением он пытался подвинуть человека, как Кушкин, к лучшему или высмеять что-то. Дегоди, я хочу спросить, вы съемку ведете, да? Надо узнать, согласны ли люди? Они когда-то спрашивают. А не спрашиваете? А почему? А зачем? Здесь врагов нет. Ну, неужели это никогда не используется? А кому это... Ну, почему? Мы же знаем, что у Христа же был же тайный ученик, да? Как его звали? Никто фарисея не знали, да? Ну, не знали. А он был тайным, да? А может, у нас кто-то хочет, чтобы... А вы же все это в интернете... Ну, может, кто-то за стенку ставит там. Нет, нет, подожди. Одного уже не будем мы. У нас все сняты. Но вы же это все выставляете в интернете все это. Не все. Из этого будет малая талика взята. Это повтор. В каждой библиотеке у меня стандарт, но только разные люди. И препятствовать впервые видят, практически нет. Ну, редко, редко-редко бывает кто-то. Но когда начинаешь беседовать, все понимают. Это остается и остается навсегда. Вернусь к этому. Это люди безбожники привыкли. Все пишется перед Богом в вечном компьютере. И для верующих вообще не о чем рассуждать. Я иду, где меня снимают, как? Вот мне звонят. Мы хотели снять там у вас. Ну, пожалуйста. А у меня сняты три государственных фильма. Ну, надо снимать, снимают. И вдруг фильм один занимает первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Там не только обо мне, но главный, все-таки, как называть, главный герой этого. А если бы я шарахался, скажем так, боялся, что бы там было-то. А снимают где-то, меня не касаются. Ваши спросили? На разных городах. Просили участвовать, чтобы я отвечал, а не просто снимать. Если я нахожусь где-то на встрече, а там снимают. А снимают, там Батис, Адвентист. У нас и в Устьях никогда не было. Кого спрашивают? Я на улице иду, они идут в съемку. Подошли ко мне. А вы не скажете, а почему вы, вот как голосуете? Я отвечаю, как празднуют 9 мая. Я отвечаю, в целом, институт общественного мнения. А они кого снимают, там, я могу не отвечать, это мое право. А снимать, вообще, вопрос, как говорят, с повестки снят. Если человек так уже боится, что его снимают, ну, ему можно за стенку зайти, и в житиях есть такие, которые скрывали лицо свое, были. Щедру надеть на себя. Ну, то есть, в принципе, это допускают. Да. Да, там вариантов много. Но не так, чтобы один человек придумал, а из-за него все бы лишались такого сокровища. Это сокровище, притом неповторимое. Нет, просто мы где-то были, и они сразу выходят, все начинают снимать, записывать в библиотеке, Татарстан, Чубаши, там, эти, Мар-2 какая-то, Урзю. Пожалуйста. У нас вообще не бывает. Один раз было. Была встреча, два епископа, священники. Ну, первая встреча была по, как бы, объединению, они называют, Московская Патриархия и Русская Православная Зарубежная Церковь. Ну, их секретарь к нам пришел, мы договорились, сказали, только что беспрепятственно снимать видео, фото, аудио, записывать рукой. Ни вопросов нету. На утро я перезваниваю. У вас ничего не изменилось? Да нет, мы сами будем снимать. У нас назначены эти студенты, они за семинаристы, они будут снимать тоже. Все. Но когда мы пришли за стол, в это время они переменили. Встреча была очень важная по поручению Патриархи Кирилла. Теперь мы это все знаем-то. И они эту встречу сорвали. Когда мы там внутри, когда были, ниже, на этаж, там все снималось. Ну, вот, когда уже зашли где епископы и сказали, рабочая встреча сейчас будет начинаться. Они говорят, мы решили, что не будут снимать. Как это вы могли решить в одностороннем порядке? Мы с вашим секретарем епархии, вот он сидит, отец Сергий, мы договорились. Сегодня утром перезвонили. Ну, мы решили, что это не надо. Это вы серьезно говорите или как? Как с вами дальше разговаривают-то? Я поднялся и ушел. Встреча сорвалась, не было. И не будет никогда. А уже в следующей встрече они все сами пришли с аппаратами, установили треножники, все снимают. Вот по телевидению, пожалуйста. Это просто человек один рог поставит и за него все спотыкаются. Да зачем это нужно? Ему нравится быть в тайне, пусть сидит в подполь. Путина везде снимают. И ни одного запрета никогда не было. Нигде. Солженицына снимали. Ну, я кого знаю. Или вообще непонятно. С чего бы ради? Толкунова или Пугачева запрещала ее снимать. Если деньги на этом хотят заработать, но мы деньги не зарабатываем, мы отдаем. Вот сейчас, это 6 поездок было, 6 недель. Мы подарили книге ровно на полтора миллиона. А сегодня, это редкая библиотека, где она вышла на улицу, сама с нами снимала, все снимали. Областная библиотека научная. И записала против каждой книги, сколько она стоит. Я говорю, так мы не подаем общая цена 12 тысяч, все нет. Нам нужно в реестр. А вы смотрите, сейчас вы посмотрите, появится, что мы ваши книги уже выставили. В общем, вопрос, у каких книг нет. Это коротко на этот вопрос. Вот, мы эти книги, вначале я оповестил в библиотеке. Во всей библиотеке страны написали городские, областные и районные в своем крае. Ответ один. Денег нет, финансированные нет, рады их приобрести, но не за что. Это у меня все документы с собой здесь. Я тогда принимаю решение подавить. Находятся такие, которые, ну, книги никто не покупает, поэтому решили дать бесплату. Ну, давайте, я беру за основу ваши слова. Книги никто не покупает, и поэтому я их отдаю. Так не делается. Если не покупают, то их уничтожают. Хоть за рубежом, хоть где. Чтобы не сбить сына, это общий порядок. Молоко выливают в шахты, хлеб там жгут. А чтобы бесплатно народу раздавать, когда они берут, такого нигде нет. Это только делают люди глубоко верующие, как человек милостивый. Да, так. А когда началась перестройка, Библии не было. Сюда и ввели Библии из рубежа-то не на машинах, а вагонами, вагонами и кораблями. И давали всем на стадионе, притом бесплатно. И мало того, вот она лежала сейчас у матери здесь, и написано, продажи не подлежит. Видел? Вот, Евангелие. Продажи не подлежит. Ну, понял. Где-то оно. Ну, понятно. Вот она лежит. Продажи не подлежит. Значит, раздается бесплатно. Мы это и делаем. Отсюда вывод. А для чего я делаю? У меня один ответ. Моя страна, мой народ. Другого не будет. Я знаю возрождающую силу книг, которые Господь позволил мне написать. Мы приехали в Ишим, а Археи говорит. Мы издали книги в библиотеке местной. В Тюменской области. Они пролежали год, и библиотеку их вернули. Ни один человек их не считает. Ну, зачем полку занимать, когда ни один. Ну, бывает, кто-то взял ее, посмотрел и тоже на место поставил. И тогда священники мне и говорят. Сидят священников несколько. Как это? Разве это справедливо? Игнатия Бринщинина? Не считают. Феофана Затворника отдали, вернули. Не считают. А книги Игнатия Лапкина берут и считают. И воруют. А воруют, это означает, что она пользуется шальным спросом. Книги просто так не воруют. В дверях его останавливают. Ему говорят. Цена ее 300 рублей. У нас в пятикратном размере. Он вытаскивает, полторы тысячи отдает и пошел. Почему? Он нигде больше этого не найдет. Он не найдет. И поэтому мы предупреждаем. 26 тонн на руки не выдавать. Особенно журналистам. Это 20 тысяч в файлах я все время должен был в ответах крутить. На каждый вопрос, который мне выносить, и это по радио задавали, я отвечал шестью поэтами и стихотворениями. Шесть. Примерно сказать, какое участие приняли поэты в приходе революции. А ты можешь хоть где задавать. Ни один не ответит. Я уже знаю. Ни один. Даже в литературном институте. У меня прямо показывают. Максимилиан Волошек. Стихотворение в каком-то году написано. Иван Бунин. Ну, ряд Номерское время. Написано то-то. Мерешковский, то-то. И так далее. О семье. Никитин что сказал? Кольцо, Крылов, Михалков. О войне. Высоцкий и так дальше. И они тут сфотографированы. Их фотографии сколько живут. Она книга во всех отношениях уникальна. Она единственная. И поэтому книги эти я не то что считаю лучшими. А их сравнивают нищим. Просто нету, как в песне поется. Первый парень на деревне, а в деревне дом один. Ясно, что первый. Так и это эти книги. Мы у вас, в общем-то, еще нигде не отдавали. Только вот в областной. Думали быстренько здесь встретиться с родными. И вперед. Сегодня одну я отдал. Отдал заочно уже отцу Александру для тюрьмы. Он придет, я мог не забыть бумаги оставить. Бумаги, чтобы они в печати поставили. А это оставили, если у кого-то будет желание, то первый, второй ящик. Вот большой и маленький, это полный комплект. И далее бумага, в какую библиотеку, в какой район. Мы никуда не успеваем. Нам нужно срочно возвратиться, дай Бог доехать. Машина новая, купленная, но оказалось, не выдержала напора. Такая она была сделана. Но пока она стоит еще на гарантии, мы не можем с ним разговаривать. Я попросил, раз мы остались, остались вынуждены. Мы остаемся только там, где какая-то очень большая нужда. Это собираются люди. Вот сказали люди, мы договорились, придут люди, тогда у меня планы меняются. Я оставляю все и собираюсь, потому что встреча с людьми, это как раз и предполагает то, что мы делаем. Вот мы делаем в Новосибирске, мы пришлось потерять почти полдня и ночь. И тогда возвращаться своим путем. Иногда мы на один пункт заезжаем 240 километров. Там больше нет районов, но там люди. И мы оставляем вот таких вот, несколько сот бывает, и они библиотеками отдают. Ну, еще такое выражение академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, что исчезнуты институты, учебные заведения, это потери меньше, чем ущербные библиотеки. Библиотеки – это главный связующий, скажем, пик с прошлым, с которым мы можем видеть, что тысячи наших сограждан, которые имели доступ к искусству, к науке, делали, что они говорили. И поэтому это корни нашей истории, корни литературы, народа. А с библиотекой все обрубается. Да и библиотека – это корни института. В самом слое библиотека – корень библии, показалось, библиотекс книги. И вот эти книги мы привезли, вот сейчас завесли. Это мы думали за пять дней обойти весь, всю область. Все мы по картам смотрели, какой маршрут выбрать. Но тут оказалось, где-то паром надо, для нас это необычно. А сколько ждать парома? Ну, мы очень-очень спешим, чтобы успеть. Нам еще Новосибирская область незаконченная, Красноярский край едва затронули, и Кемеровская уже мы внизу выгрызли у них. А какой дом будет? В библиотеке, в первой библиотеке страны имени Ленина в Москве, книги теперь эти находятся, во второй по значимости историческая библиотека Российской Федерации в Москве, и третья – Парламентская библиотека Российской Федерации, Госдумы. В этих трех библиотеках в Москве полный комплект книг. Ну, как говорят, буду думать считать раз. Мы отвечаем так. Если я сел, то на 50%, то ли взойдет, то ли не взойдет, то ли засуха, то ли нет. Ну, 50%, говорится, 50-50. А вот если я не сел, 100%, все. Хандра, хандрит. Нам не подойти. Ничего не будет, кроме сорняка. Поэтому мы доверяемся Богу. Как оно будет? Что? Если все будет благополучно, мы постараемся за трех библиотек. Можно выехать, заранее созвониться с сервисом и сходу влететь в него. Маленько оттормазать у себя дома, поставить кардан, который снятый. Все щехлы, которые нашли, содрать, почистить ее и привезти. А дальше дорогой с адвокатом связаться. Насколько реально обменять машину. Возможно, это или нет. Потому что эта деталь, которая полетела, на 60 тысяч стоит, нам абсолютно не по карману. У нас вообще ничего нет. Нам на бензин, кто чего, где даст, она там и живет. Это отечественная, она не экономика. Ну вот я попросил сестру Эндокию. Она три года моложе меня. Я Игнатий Тихонович, она Эндокия Тихоновна. Пригласить, кого она знает, там, через отца Александра Классова, священников, у них там крестный ход сегодня. Я уже ей сказал, крестный ход. Ну хотя надо задуматься, что означает крестный ход. У крестного хода, прародитель, это ход вокруг Ерихона. Когда крепость не сдавалась, вокруг нее обходили, Ерихон пал. Больше ни одного случая нет. А у вас же был этот крестный ход. Да, у нас был, на своем деревне православное с нуля. Ну когда? Когда стали говорить, что везде будут по дворе вырезать куриц, птичий гриб придумали. Его никакого никогда не было. И чтобы эта чума от нас не дошла, мы тогда пошли по деревне, в каждый дом батюшка заходил, храпил скотину, птицу, и все осталось. Враг отступил. А у нас в крестных, ну крестных он бывает вокруг храма когда-то. Ну а больше не там, но это занимает 5 минут больше нету. А это идут они сотни километров, к чудотворной иконе. И я неоднократно встречался с этими паломниками. Их сплошное нарушение постов. А путешествующим разрешил на них поститься. Артурец сказал, батюшка, он с нами ездил. Ну поехали далеко, на поезде, а последний метр пешком. Батюшка вам сказал, да. И он пятница ел в лохо, да. А вы не знали, когда батюшка мусульмаста перешел? А при чем тут мусульмаста? Да в Коране написано. Почему вы его не знаете? Это в Коране. Воюющим, путешествующим нет. Это такая досура, такой-то аят. Я ее называю. А у христиан этого нету. У христиан есть, что пост послабления. Во время поста разрешается еле, растительное масло и вино. Кому? Зело престарелы. Зело, то есть очень. Зело слаб, болеет. И Зело млад. Вот такого вот. Но его разрешено только, вот то, что названо. Конечно, маленького вино уже не давать. А вещи это пожилом человеке. Но мы придерживаемся того, что мы не зело престарелые, не больные. И посты строго содержим. Хотя я знаю, православные посты, они пришли намного позже, чем в апостольские времена. Их не было, как вот сейчас завтра пост выступает в Успенске. В честь Успения, в смерти Божьей Матери. С чего рали? Вот Масленица. Вот происхождение Масленицы не знает. А царь Ираклий воевал против персидского царя Хадроя. И дал обед. Если, и дальше, я сумею победить, а сам шесть лет воевал, то я неделю не буду есть мясо. Ну и не ешь. Причем тут я. Другого происхождения нету. Причем тут я. Шесть лет сколько людей погубил. Какой он старь-то был? Безбожий. А его чуть не святым ставят. Ну и вопрос снятый. Но я, православный, со словом православным я притягиваю все. Мне этот пост не нужен. Он установлен не апостолами. Он не нужен. Вот Петров, он даже вреден пост этот. Но я православный. И поэтому я строжайше его исполняю. Мы на начале детского лагеря. Представьте, дети приезжают на месяц. И месяц пост. Я не могу их молоком, сметаной покормить, когда у нас там молока залезет или в бюстуле остроен. Ну пост. Но я не могу его нарушить. Я православный. Есть такая поговорка без дураков. Мне доказывать не надо. Я тебе докажу, что этот пост пришел после. В каком веке, кто там. Но я православный. С знанием я своим. Прошу, что Бог, чтобы собрал Вселенский Собор, может быть, убрал этот пост. Но он не убран. И я его исполняю. Мне иногда говорят, у вас какая-то такая позиция двойственная. Я говорю, почему она тройственная, не двойственная? Я знаю, как должно. И знаю, как было. И знаю мое отношение к этому. А мое отношение так, как установила церковь. Святая Православная Церковь. Все. И сразу вопрос за меня закрыт. Выступает шейх мусульманский. Ну, а мусульманки-то ведь они не все живут в Санкт-Петербурге. Здесь они вот так же вот грудь открыта. Чтобы мусульманка так одевалась, такого нету, чтобы вот так грудь была открыта. У ней вот, как воротник, даже у Жириновского и то галстук висит. Он говорит ей, сестра, ты желаешь понравиться кому-то, юноша, но ты сегодня умрешь. Через два дня с тобой в жаркой могиле твой желанный сидеть не будет. Она собралась по воду. Девчонке 13 лет. И она побежала, отец ее остановил. Самая, остановись. У тебя чулок сполз. Она девчонка, 13-летняя, она уже невеста. Она говорит, папа, неужели так важно тут 5 сантиметров? Он говорит, вся, ты будешь спасен, а 5 сантиметров будут гореть в огне. Тебе надо это? И она тут же чулок подвернула и за водой побежала. У них по-другому смотрят. Я считал, как женщину приводят к зубному врачу. Ну как к зубному врачу? Она пошла к стоматологу, записалась, и все. Не так. Ее сопровождает, говорит, отец и брат. Она не замужем. И сидят двое, говорит, руки во двоих лежат на кинжалах. Они его уже кинжалом очертили. Вот рот, и ниже вот этой черты, ниже его вышла, чтобы рука твоя не касалась. Это наша дочь. Да разве мы слышали такое? Закон библейский и закон у мусульман в данном случае один. Не девица вышла. Должна подведена к дому быть уничтожена. У нас сегодня хранить не было. А мы начинаем сказать, да вот они закрыты, они жеребцы. Все так. Но у них стопроцентная сохранность. А у нас 5-3%. Уже в школе. Потому что если она девушка, никому не нужна. То есть она придумала разные теории. Забывая стыдливость, целомудрие, это основа создания будущей семьи. Это просто я к примеру говорю. Нам судить никого не надо. Нам надо учиться. И учиться у всех. У баптистов, у мусульман, у буддистов. И всем показать. Лучше, святее, чище православной веры ничего нет. Когда ты ее знаешь. Такой красоты, всеобъемлющей понятности, толкования святых отцов, соборов вселенских ни у кого нет. Они сироты, они без истории. Они не знают. Я вот пенсионер, с ними беседую. Вот у меня в доме обратился Менонид Немец, Геннадий Фас. Он как раз в Томске. В Томском университете был преподавателем. Физик-математик. И брат его тоже. Комендант на учебу. И вот мы с ним встретились. Это 30-го было апреля, кажется, 78-го года. Вечером сели. Он привели к нам в баптисты знакомые. Мы закончили беседовать в пол-пять утра. Это вся ваше вопрос. Сидели и не видели. Я говорю, избери, какая тебе тема больше всего нравится. Как нравится? Библия всего нравится. Но такая, в которой у тебя безупречно точное толкование. Он говорит, а крещение? Мы же баптисты. Давай крещение все показывать. В конце он, когда закончился, я говорю, абсолютно неправильно по всем пунктам. Как так? Я ему стал доказывать писание писать. Он согласился. Я говорю, еще что. Притча о десяти девах. Матфея 25 глава. Ну тут он говорит, я сам не раз проповедовал. Тут я уж врежу. Когда закончил, Игнатий, одним словом ответил, ложь. Я так и сел. Как ложь? Он говорит, а что такое масло? Что такое кувшины? Что такое крик пепуха? Вадя встал и вышел. Я, говорит, ни на один вопрос не могу ответить. А так как же я проповедовал? Я, казалось, заснули. Мы говорили, заснули. Это люди ослабели. Увлеклись строением дач. Покупкой машины. Оказывается, никакого отношения это не имеет к даче. Матфея, еще и было под длительностью срока отсутствия Христа. Как жених замедлил, то девы задремали. Если задремали, это ослабление жизненных сил. И заснули, уснули. Друг нашла, зая уснул. То есть умно. И отец Геннадий говорит, я понял. Мы решаем умом. Умом. А церковь Духом Святым. И он принял крещение. Стал священником православным. Теперь магистр богословия. Закончил семинар и академию. А вот классом Саша, это он от него. Он от него, кажется, в племянности женат. Он когда приезжал, еще православным небом был адрес. А сейчас он православный батюшка. Вот мы хотели собрать людей. И аж летать на их вопрос.